Если хочешь выиграть нож, который мы сделаем в этом ролике, досмотри видео до конца, чтобы узнать как. Всем привет, друзья! Насобирал я маленьких шариков от подшипника и решил из них сделать нож. Засыпаю их в трубу, вперемешку с железным порошком. Стенки трубы намазаны канцелярским корректором, подойдет любой, в основе которого оксид китана. Закрываю крышкой и завариваю электросваркой. Разогреваю в горне до 1000 градусов и слегка проковываю. Нужно, чтобы контейнер не сильно деформировался, чтобы можно было без лишних движений достать начинку. Получился симпатичный брикет, чем-то напоминает шоколадку с орехами. Теперь мне нужно вытянуть это в полосу, так как это будут откладки. Для центрального слоя я взял полосу дамаска в 100 слоев, а для обуха полоску из стали 20. Кстати, некоторые думают, что порошковая технология это легко. Посмотрите на эти трещины по краям. Шарики сильно тверже порошка и из-за интенсивной ковки появились разрывы на границах между шариками и порошком. Но ничего страшного, они заварятся. Сопрягаемые поверхности зачистил и собрал в пакет. Флюсую бурой и начинаю сваривать это всё в монолит. Теперь нарезаю так называемые ступеньки на пакете. Во-первых, хочу, чтобы шарики было лучше видно. Я достану их из глубины пакета. Во-вторых, это поможет мне вытянуть пакет в длину, не сильно увеличивая ширину, так как мы уже выяснили, что ковка ламината в торец на тонких сечениях чревата кривой кромкой. Засыпаю бурой канавки, чтобы не было заковок, и растягиваю на молоте. Отрезаю обух под углом, чтобы перегнуть лезвием клинок. В дело пошёл и пресс, всё для тех же целей, не ковать в торец. Немного не хватило металла для рукояти, не беда, наварим. После сварки проковываю шов с бурой. Далее делаю плоский шлиф и снимаю спуски. Далее делаю плоский шлиф. Для этого нужно сверлить отверстие в рукояти, для этого его нужно отжечь. Чтобы уберечь его от окисления, я намазываю его тонким слоем глины. После отжига щёткой легко удаляю глину и сверлю отверстие. Ставлю клеймо и помещаю в печь под закалку. Закаливаю в растительном масле и помещаю на отпуск. После отпуска следует чистовая слесарка и полировка, а также травление в азотной кислоте. На рукоять я использовал железное дерево. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить у нас открытку. Мы вышлем вам в её почту. Сзади открытки цифра. Одна половинка с цифрой остаётся у нас. В день розыгрыша мы в случайном порядке вытащим счастливый номер победителя в онлайн на стриме. Розыгрыш состоится через месяц, 19 июня. Цена открытки 300 рублей. Число открыток в одни руки не ограничено. Принять участие в акции могут только жители России. Подробная инструкция в описании. Пишите на почту. Ссылка в описании. Всем пока и до новых встреч.